Татьяна Черниговская Ну, хорошо, тогда начнем. Вот здесь я вижу? Нет, не вижу. Здесь наверху должно было быть написано «Искусство и мозг», но поверьте на слово, что оно там написано. Поскольку Гоголь – центр, то я решила начать с такой цитаты, которая меня в свое время повергла в недоумение. Гоголь пишет, и это все происходит от того, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове. Совсем нет, он приносится ветром со стороны Каспийского моря. Вот чем дальше, тем больше я подозреваю, что так и есть. При том, что это, я как бы шучу, но шутка такая полуправда. Я надеюсь, мне удастся это рассказать. И еще одну цитату я вам дам. Она из Винни-Пуха. И Винни-Пух говорит следующее. «Кролик умный, да», – отвечает этот поросенок. «Кролик умный, и у него есть мозг, да», – отвечает поросенок, – «у кролика есть мозг». Дальше, вот почему я выделила красным, потому что меня это поразило, что там, значит, большая тишина такая, то есть они думают об этом. И после этого Винни-Пух говорит, «Я подозреваю, это именно то, почему он ничего не понимает». Ну, поскольку я, как правило, провокационные такие вещи говорю, вот я с этого и начала, потому что дальше будет не лучше. Всем известно с детства, по крайней мере, тем поколениям, которые здесь находятся, вот эта фраза из Полтавы, что в одну упряжку впрячь не можно коня и трепетную лань. Вот, но вот что интересно, что вот разница в поколениях так далеко зашла, я об этом говорить потом не буду, но сначала скажу, что вот явно прервался культурный такой поток, культурный код куда-то исчез. Потому что я не беру ситуацию с элитарными студентами, которые, ну, с очень сильными, с которыми мы, к счастью, имеем дело. Но если вдруг оказывается, что ты должен какой-нибудь экзамен там перепринимать у студентов других, то ты обнаруживаешь, что непонятно, как с ними говорить. Потому что если раньше любой двоечник знал, мой дядя, самых честных правил, и дальше большой набор такого рода вещей, все читали басни Крылова и так далее, то ты им что-то говоришь, имея в виду аллюзии, да, а они не ловят вообще. То есть они совсем не понимают, про что вы. И начинают трактовать это таким, даже не трактовать, а понимают это не метафорическим способом и не по линии ассоциации, а как-то прямо. И поскольку у них прямо ничего не получается, ну, типа, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, они начинают думать на тему, там, Макдональдс и еще что-нибудь. То есть и при чем здесь это? То есть ты проваливаешься в эти вещи. Ну, так вот, точно ли не можно этого коня с ланью в одну упряжку впрячь? Я надеюсь показать, что это не так. И начну вот с чего. Вот уже пару лет, как в лучший мир отошел Людвиг Фадеев, крупнейший математик, блестящий, там, массу премий всяких наполучал, очень интересный человек, я имела счастье с ним общаться. Он был столь же математик, сколь и музыкант. И он играл на консерваторском уровне, и даже был разговор о том, не поступать ли ему в консерваторию, вместо того, чтобы математиком становиться. Это я клоню к тому, что есть люди, которые эти вещи соединяют. Хотя мой рассказ будет вовсе не про то, что можно быть и тут, и тут. А вот как это соединить, вот про что мой рассказ. Но интересно, что мы с ним разговаривали как-то, не скрою, в консульстве норвежском, где вручалась Абелевская, то есть не вручалась, а решалась Абелевская премия. Это вариант Нобелевской по математике. И я стала пристальные вопросы ему задавать, и это было очень интересно. Мы вино с ним пили, естественно, и птицей разговор наш летел. А летел он вот в какую сторону. И потом, после этого разговора, я уже многим задавала этот вопрос. В основном, эти многие, это математики и музыканты. Вопрос мой звучит следующим образом. Если мы, в смысле планета, доиграемся до того, во что мы успешно играем, а именно, что людей просто не будет, то останется ли при этом музыка и математика? Вопрос, между прочим, нетривиальный, потому что я не спрашиваю на тему, останутся ли ноты и останутся ли тетрадки и книжки с формулами. Я спрашиваю про суть математики и музыки. И суть эта сводится к следующему. Это что-то, что существует вообще независимо ни от кого? Вот какая-то, хотел сказать, материя, но ясно, что не материя, а что-то. Что-то, что живет отдельно, а люди, особенно те, которые способны к этому, как-то подключаются? Или это человеческое, в ста кавычках, изобретение? Ответ Фадеева, который очень умен был, то есть максимально умен, был, конечно, это человеческое. Если не будет людей, не будет никакой музыки и математики. Я говорю, вы отвечаете и как математик, и как музыкант? Он говорит, да, я отвечаю как математик и как музыкант. Потом я спрашивала многих музыкантов. И большинство отвечает так же. Что из этого следует? Из этого следует, что как математика, так и музыка и разные другие знаковые системы находятся у нас в голове. Значит, наше представление о мире такое, а не другое, потому что у нас такая голова, потому что у нас такой мозг. Вслед за этим должен идти вопрос, который обычно задают дети, а это самые гнусные вопросы, потому что на них нет ответа. А именно, как же выглядит объективный мир? А на самом деле что? Вот то, что мы видим, и об этом я еще буду много говорить сегодня, то, что мы видим, это то, что мы видим, но а на самом-то деле как? Вот мы видим не так, а как на самом деле? Мой ответ никого не устроит, а именно никак. То есть мы понятия не имеем, есть ли вообще такое, как на самом деле. Похоже, что разные миры, просто разные миры. То есть у кошки свой, у лисицы свой, у комара свой, у людей свой. И если забудем про остальных и будем говорить про людей, то тогда у каждого из вас свой. Значит, разговор о том, как на самом деле даже среди людей бессмысленный. Ну, едем дальше. Вот наука и искусство. Полагается говорить, что это совершенно разные вещи. И опять же к этому я еще вернусь. Обычно говорят, что есть, раньше, по крайней мере, говорили, некоторые особые ретрограды и сейчас говорят, что левополушарные, они все научные, а правополушарные, они все про искусство. Это не имеет никакого отношения к жизни. Теперь, если еще там 80-е годы 20 века об этом можно было всерьез говорить, сейчас мы об этом не говорим. Я надеюсь показать, почему. Шнитхе, которого я случайно, а у меня почти все бывает случайно, и к этому я тоже потом вернусь, я наткнулась на интервью с ним. И к моему восторгу оказалось, что он не только гениальный композитор, но что он чрезвычайно умный и тонкий человек. Смотрите, что он говорит. Для образования жемчужины в раковине, лежащей на дне океана, нужна песчинка, что-то неправильное и народное, совсем как в искусстве, где истина великая рождается не по правилам. Вот сильно забегая вперед, я хочу сказать, что в науке то же самое. То, что рождается по правилам, ну, в тысячи кавычек скажу, никому не интересно, потому что это и так уже есть во всех учебниках, справочниках этому учат детей, это как бы уже не важно. А вот там, где открытия делаются, где невероятные прорывы, это нарушение всех правил. И более того, даже непонятно, как это нарушение происходит, потому что оно точно не происходит логическим путем. А именно, что я решу, вот это был такой алгоритм, а я сделаю такой алгоритм. Это пустая история. Ни с помощью логарифмической линейки, ни с помощью компьютера открытия не делаются. Делаются очень важные вещи, потому что многие вещи просто мы не в состоянии просчитать, обработать и так далее. Но открытия делаются в других пространствах. Если мы будем сканировать мозг, ну, скажем, с помощью МРТ, даже лучше не МРТ, а ФМРТ, функциональный магнитный резонанс, тогда, когда нашим подопечным, назовем так это, или информантам, как хотите это назовите, будут предъявляться заведомо прекрасные вещи, а мы знаем, что это люди, которые не чужды прекрасному, то есть они вообще понимают. То окажется, что вот это сканирование мозга покажет примерно одинаковую картину в случае, если предъявляется произведение искусства, ну, вот как в данном случае дама с единорогом из музея Клюни Парижского, или элегантно, изящно выведенная формула, или какое-то математическое что-то, что тем, кто понимает, и это точно не я, им понятно, что это просто красота, как сделано. Интересно, что в науке, когда особенно в таких особых науках, как математика, часто сталкиваются с тем, что есть выбор между двумя примерно одинаковыми по силе доказательствами, и тогда выбор происходит на тему эстетики. Это красивее, чем это, и поэтому, вероятно, это правильно. Вот это интересная вещь, потому что это же внутри науки, мы как бы не должны туда смотреть глазами эстетическими, а должны смотреть, что логика, из этого и это, из этого и это. А вот, оказывается, нет. Так вот, у человека, который понимает и в науке, и в искусстве, этот восторг, который изображается в мозгу в итоге, он происходит практически одинаково. О чем это говорит? Это уже говорит о том, что наука и искусство – это не разные вещи, что есть какие-то гораздо более общие, фундаментальные истории. Не хочется банальности говорить, но типа вижу красивое, вижу красоту. Это звучит банальнее, чем на самом деле. Это вот интересная вещь. Это картина, которая была сделана, создана, лучше сказать, когда Лотман, это Юрий Михайлович Лотман, крупнейший наш филолог, историк искусства, историк литературы, семиотик, вообще умнейший и абсолютно замечательный человек. Когда он еще на нашей планете жил, а не так, как сейчас в других пространствах. Он, как видите, это вообще интересная такая картинка, потому что у него какие-то бессмысленные штуки такие перед ним. И он в них как бы играет. То есть это знаки вообще. Почему я про это здесь говорю? Меня вот давно интересует, и я никакого ответа не вижу. Это как так вышло, что люди, в отличие от всех остальных обитателей нашей планеты, живут они в двух мирах. То есть в 120 тысячах миров, но в двух как бы основных таких пространствах. Это мир материальный, который из стаканов, компьютеров, столов, очков. И мир знаков, то есть символов, которые вообще неизвестно, откуда взялись. Вы, конечно, мне можете сказать, да мы же их и придумали, правильно? Но зачем мы их придумали? Вы более того могли бы, если бы у нас была возможность дискутировать, вы могли бы мне сказать, с чего вы взяли, что остальные, я имею в виду высшие, например, животные с высоким интеллектом, ну типа дельфинов, врановых, собак, котов, слонов, что у них нет мира знаков, и мне нечего будет ответить. Мы не знаем, потому что у нас нет кода к этому. Нам как бы туда не войти. Может, он и есть, но нам не подобраться туда. С другой стороны, те люди, которые занимаются поведением животных, они абсолютно серьезно, без всяких шуток, они считают, что символическое поведение, то есть оторванное от материи, как таковой, от грубой материи, вот из атомов которой, оно присутствует. И там тоже. И я сама могла бы много примеров привести, но не буду. Но не буду, потому что времени нет. И меня смущает вот что, что мы, когда анализируем другие миры, мы не можем это не делать антропоцентрическим способом. То есть пианист играет как может. Вот как можем, так и анализируем. То есть мы анализируем поведение, психическую деятельность, сложные когнитивные возможности других животных, ориентируясь на себя. А это вообще грубая ошибка. Потому что они ничего не обязаны нам. Они могут это делать другим способом. Юрий Михайлович Лотман писал, люди – это единственные существа, которые способны к рефлексии, то есть к думанию о думании, к думанию о себе, об оценке того, что я делаю. И таким образом мы, люди, создаем семиосферу, как он говорил, особого характера. То есть из этого следует, что мы все-таки живем в другом мире. И это другой, хотя формально мы живем в одних и тех же местах. Те же поляны, те же леса, те же города. Вроде ничего особенного. Но похоже, что мы видим разное. То есть не похоже, а точно, что при том, что нас окружают одни и те же объекты, мы делаем совершенно другие выводы, иначе это анализируем. Вот давайте вспомним такую вещь, как то, какую огромную роль в истории человечества играет искусство, литература, философия, искусство в самом широком таком масштабе. Собственно, почему войны начинаются из-за того, что кто-то не ту одежду носит или крестится не в ту сторону, или одни считают, что многобожие, другие считают, что единобожие, и так далее. Это огромный список всего. Из-за этого реки крови льются, спрашивается, почему? Почему такую огромную роль это играет? Почему литература, кино, драма, музыка, почему они такое сокрушающее впечатление на нас оказывают? Ведь это же выдумки. Вот я уже сто раз говорила, что у меня есть несколько ненавидимых мной персонажей. Один из них, это несчастная Наташа Ростова. Я сто раз уже думала, почему я ее так терпеть не могу? Я ее терпеть не могу с школой, я уж не помню, в каком там классе это изучалось. Тогда же она мне вызвала отрыжку. И с тех пор не утихает. Но ведь не было никакой Наташи Ростовой, правильно? Ее не было. Так же, как не было Анна Каренина. И споры насчет того, она бросилась под этот самый, под паровоз. Или она все же, это я серьезно слышала такой спор, или она бросилась под корабль в море, потому что есть корабль под названием Анна Каренина. Можете себе представить? Это аргумент. Вот. Они ведь, это вообще не про что. Потому что кто читает Анну Каренину на тему «Нехорошо изменять мужу и принимать кокаин», а кто совершенно другими способами. Ведь это один и тот же текст. Более того, повторяю, этот текст выдуман. Мозг появился, как я думаю, все помнят из школы, отнюдь не сразу. То есть миллионы, миллионы лет шли, и никакого мозга не было. А живые существа уже жили, общались, боролись с врагами, их подстерегали и так далее. И это им обеспечивали сенсорные системы, то есть органы чувств. И я вот решила сегодня про это я еще и потом про это поговорить, потому что об этом обычно не говорится. Слух обеспечивает нам 24 часа и 360 градусов обзора, и это система тревоги. Он не требует света, и это очень мощная штука. То есть как бы сигналы идут отовсюду. А боняние, одна из самых древних систем органов чувств. Это система дальнего обнаружения и система определения свой-чужой. Вы не бойтесь, я от этого перейду к искусствам, где про это будет. Есть точка зрения такая, она меня удивляет, но я решила про нее тем не менее сказать, что если идея прошлого, которая неосознанно, но все-таки в каждом живом существе есть, ну если вспоминать нелюбимого мной опять же Ивана Петровича Павлова, то есть условные рефлексы, он уже обжегся, больше он туда лапу в костер не сует, то есть некоторым образом ну как бы прошлое играет, потому что оно в памяти находится. В памяти находится и обоняние, и про это я позже скажу всерьез. Будущее, и вот это меня удивляет больше, то есть я и до сих пор не понимаю, почему. Похоже, что это как-то связано со зрением. Ну и наконец существует такая точка зрения, вот я говорю уже так я бы очень ее всерьез не воспринимала, но в метафорическом смысле так можно говорить. Это про то, что правое полушарие головного мозга человека это Дионис, то есть искусство в широком смысле слова, а левое полушарие головного мозга человека это Аполлон, то есть знание, математика, алгоритмы и так далее. Так считали, в том числе тогда, когда за это была получена Нобелевская премия в 80-е годы 20-го века, Роджер Спери и команда из Калифорнии. Вот они за основные открытия на тему правого и левого полушария Нобелевскую премию получили. Тогда я сама в этой области тогда работала и диссертация у меня докторская на эту тему. Все это я ненавижу, потому что все уже давно это провалилось. Но тогда полагалось считать, что значит в правом мозгу музыка, эмоции и вообще все прекрасно, а в левом мозгу математика, логика, речь и вообще оно гораздо более сухое такое. Соответственно, и людей делили на правополушарных, которым надо живописью заниматься и на клавесине играть, и левополушарных, которые серьезные люди. Вот это все, да, это все. И тогда это выглядело подозрительно, а сейчас, но, правда, об этом мне все время присылают журнал электронный, если его распечатать, вот такого размера будет, они раз, по-моему, в три месяца издают. Вот они всю эту бодягу до сих пор и тащат, хотя уже давно доказано, что это не так, потому что, конечно, у нас есть два полушария в голове, с этим спорить трудно, потому что это анатомически видно, но мозг, он един. Это не два мозга у нас в черепе лежат, а один. Это как бы друзья-враги, это правое и левое полушария, они находятся в постоянном контакте, в постоянной драке друг с другом, они спорят, они кто перетянет, и более того, их баланс, который является залогом здоровья психического. Вот если этот баланс нарушается, вот это точно, если этот баланс нарушается, то мы получаем психические болезни. Вот это как раз доказано. Но, тем не менее, это единое, и вот там вот такая вот каша идет. Мы имеем дело со сложнейшим из известных людям объектом во Вселенной. Просто его ни с чем нельзя сравнить. поэтому, когда мы видим в сетях или где-нибудь, когда говорят, ну да, очень трудно, это, конечно, история с мозгом, но лет через пять, некоторые более осторожные говорят через десять, некоторые говорят через двадцать лет, мы, конечно, узнаем, и модель этого сделает. Отвечаю, сделаем, отвечаю ответственно. Этого не произойдет ни через пять, ни через десять, ни через сто. Я вообще подозреваю, что никогда. Есть один американский физик, по его учебникам студенты в крупных университетах американских занимаются, физикой этой. И он чудную вещь написал, а именно, если бы мозг был так прост, что мы могли бы понять, как он работает, мы были бы так просты, что не смогли бы. Вот только физик так может сказать. Как вы понимаете, эта история, которую я показываю на экране, это на тему Пруста. И печенья, которые здесь лежат, это знаменитые Мадленки, которые Пруст, а картинки, это Пруст, таки действительно Пруст в детстве, который волшебный фонарь использовали для того, чтобы на другие картинки смотреть. И это Комбре, где был чистый рай, а наверху это портрет Нейрона. Так уж, для веселья. Так вот, Пруст, когда он уже был взрослым, и он как три сестры, значит, из этого Комбре мечтал попасть в Париж-Париж, в Москву-Москву. И когда он там оказался, то жизнь его бурно шла, но в один из дней он где-то пил чай и откусил эту Мадленку, в которой очень специфический вкус, в том числе миндальный, там есть масло хорошее. И вот это сочетание Мадленки и чая взорвало его мозг, потому что он вспомнил все, что было в детстве, потому что его тетушка Леони пекла ему эти пирожные. Как раз тогда, когда он считал, что он погиб навсегда в этой глуши. И после этого он стал думать, мало того, что он написал вот этот роман в поисках утраченного времени, но он стал думать о том, что вот там-то и был рай. Но как мы знаем из мировой литературы, рай только и может быть что потерянным, потому что утраченным. Почему я здесь об этом говорю? Потому что это на тему вкуса и обоняния, которые являются одним из ключей к памяти. Пруст в своих абсолютно ненаучных произведениях, а в великой литературе, которую он создавал, он написал про память столько и такого, до чего современная наука, именно наука, подбирается сейчас, так сказать, медленно. Конечно, если вы спросите тех, кто занимается памятью, половина их скажет, все, что он написал просто, это трэш, вообще глупости, не понимал, что делает. Но это дело вкуса. Факт есть факт, что он, будучи художником, он очень тонко почувствовал эти вещи, и это имеет отношение к науке такое же, как к искусству. Вот есть такие картинки, это простая картинка, я ее поэтому и показываю, что она простая. Здесь написано, это мозг, как всякому понятно, и здесь написано, где в мозгу расположены, где искусство, которое связано с движением, ну, скажем, балет, условно говоря, где музыка, где то, что связано с языком, где то, что связано с визуальными искусствами. Ну, это в пятом классе можете стоит показывать, но я бы не стала, потому что в самом таком общем виде это так, но на самом деле это не так, потому что у меня, собственно, опять же, я про это уже много раз говорила в разных местах, у меня основная претензия к мозгу не только та, что нам совершенно не понять, что это такое, а та, что там он битком набит бомжами разными, а именно там все живет везде, более того, они все время перемещаются, то есть вы не можете сказать, где находится этот стакан, только дурак может задать такой вопрос мозгу, потому что этот стакан находится в тысяче мест, там, где стаканы, чашки, рюмки, там, где этот красный стол, там, где я из него какую-то дрянь выпила, и вот что теперь с этим делать, то есть он находится в местах разных ассоциаций, он также находится в словах, где на букву «С», на тему лошадиной фамилии, и так далее, то есть, и это относится к каждому объекту, поэтому такая популярная идея, меня очень удивляет то, что эта идея, она не тухнет, она продолжает быть популярной, все время с помощью очень сложной и очень дорогой техники ищут в мозгу места, адреса, где музыка, где живопись, где стаканы, где ложки, где козы. Во-первых, мой вопрос такой, зачем? Нет, ну вот предположим, я знаю эти места, на какой вопрос мне это отвечает? Вообще не на какой. Второе, их там быть не может, этих мест нет, поэтому их искать-то пустое дело. Поэтому вот эта картинка к тому, что вот такого нету. Я уже говорила вот здесь, видите, movement arts, то есть, то, что связано с движениями. Давайте я здесь еще одну вещь скажу. Вот интересно, что если уж о каких-то адресах говорить, то в одних и тех же местах мозга находятся слова про движение и сами движения. То есть, эти части мозга управляют там пальцами, ногами, руками и так далее. Слова бегать будут там же, где пробегание мозг управляет. Понимаете, какая сложная вещь? То есть, то, с чего я начала, что язык здесь, а музыка здесь, этого нету ничего? Совсем нет. Вот если мы посмотрим на, скажем, современный балет, вот такой невероятный, то, когда я первый раз, ну, один из первых разов такой балет увидела живьем, то я подумала две вещи. Вещь первая, вот до чего дошел антропогенез. Как можно тренировать свое тело, чтобы нарушать законы природы. Потому что они танцуют так, как будто нет сил гравитации, как будто этого вообще так не может быть. Нельзя стоять в такой позе. Нельзя зависнуть в такой позе. Нельзя прыгать так. Это невозможно. Но они это делают. Кстати говоря, если почитать или послушать интервью с крупными танцорами, танцовщицами, особенно теми, которые стали танцевать современный балет после того, как они уже сделали карьеру в классическом балете, то они все примерно говорят одно и то, что это вообще другая история, что у них болит каждая клетка, при том, что понятно, как они тренированы, что это вообще совсем другое дело. Это вот первая мысль. А вторая мысль у меня была такая, что у них должно делаться в голове. Я хочу понять, что происходит у них в голове. Потому что обычная такая, банальная домохозяйки так считают, что как бы математики они умные, а балерины они только ногами мол там двигают, а с мозгами у них не очень. Вот это абсолютно не так. Вот почему. Это небольшой список, я вовсе не предлагаю читать это все, но так просто посмотрите. Это небольшой список тех участков в головном мозгу, и не только в головном, которые принимают, которые работают тогда, когда танцор на сцене. Заметим, там еще может быть не один танцор, то есть это человек, который должен ритм, мелодию, он должен ориентироваться в пространстве, он должен выдерживать равновесие и так далее. Здесь целый список. И я, заметим, ничего не говорила и не буду говорить про эмоции, про то, как он душу свою в этот момент там показывает, как он понимает это произведение. Об этом я вообще не говорю, я говорю только про технику. Это сложнейшая вещь. В связи с ныне идущим чемпионатом мира по футболу, я вот ехала в Сапсане сейчас, вот из него прямо сюда и вошла, и там, значит, пол Сапсана, если не больше, были футбольные болельщики с выпущенными глазами, которые, значит, неслись в Москву на очередной этот матч. Я в этом, понимаю, крайне мало, но, исходя из того, что сейчас висит на стенке, я решила посмотреть несколько этих матчей. и я пришла в какое-то недоумение. Это сложнее, чем балет. Потому что, потому что, нет, серьезно, я никак не ожидала этого. Я последний человек, который про это что-нибудь знает. Но я решила смотреть технически, что они делают, эти люди. Значит, во-первых, в отличие от балета, ситуация не выучена заранее, а она меняется каждую, я бы даже сказала, секунду, не только минуту. Их много. Это пространство, которое все время перемещается, он все время находится в другой ситуации. Это, знаете, такие мозги надо иметь для того, чтобы это отслеживать. Я в связи с этим вспомнила, я не знаю, знает ли кто-то из вас про это, есть же команды роботов, которые играют в футбол. И, между прочим, русские команды первое место занимают там. они говорят, что они планируют, вот я никогда не помню цифры, поэтому я могу соврать количество лет, но оно небольшое, меньше, чем 10 лет. Они собираются до того дела это довести, чтобы команда роботов обыграла команду людей. Вот теперь я вам к чему говорю? Ведь это все нужно в их эту железную голову заложить. они же не так просто двигаются, это же программы. Дело не в том, что они руками-ногами там поводят, а дело в том, что это программа, которая отлеживает всю эту огромную, постоянно меняющую ситуацию. Это вообще интересная вещь. Поэтому когда я как маньячка стала смотреть несколько дней уже и показывали, какая команда готовится вот к финалу, и там одна из команд, вот не помню, то ли французы, то ли кто, то ли бельгийцы, они интеллектуальными задачами занимались. Представляете себе? То есть одни там мышцы накачивали, а вторые решали интеллектуальные задачи. Тренер-то не дурак, вообще понимает. Теперь музыка в мозгу. Это очень сейчас модная вещь такая. А именно есть в крупных университетах, я сама собираюсь этим заниматься в ближайшем году, но в крупных университетах типа MIT есть даже отделение, которое называется Cognitive Musicology. Они с помощью сканеров и разной очень дорогой и серьезной техники пытаются понять, что в голове происходит, когда человек слушает музыку или играет на музыкальном инструменте. Опять же, давайте науку оставим. Здесь понятно, тоже написано, что участвует в этом, но огромное количество. Это, конечно, отнюдь не полный список. Но вы представьте себе, что должно в голове происходить, скажем, если человек, который играет на клавишных инструментах, на фортепиано, например, у него одна играет рука одно, другая рука играет совсем другое, и там вообще все разное, там ритм другой, там все. Представляете, что должно в голове твориться, чтобы они, чтобы это вообще шло как-то. Как они это делают, я ума не приложу. Опять же, я музыкантов довожу и задаю им разные вопросы, помимо того, которые я уже сказала, в связи с математикой, а именно я услышала от одного из очень таких известных пианистов, что, и с тех пор задаю этот вопрос всем, что когда он выходит из-за кулис и идет к роялю, у него проигрывается в голове вся та пьеса, которую он играет, я просто онемела. Я говорю, то есть вы хотите сказать, что у вас какие-то особые отношения с временем, потому что это значит, что, представляете, как оно должно сжаться. Опять же, стала читать все с этим и обнаружила, да, что музыка это вообще про время, и музыканты не те, которые там вопри белезненько стояли, наигрывают, а серьезные музыканты, что они, я не уверена, что они понимают всю значимость того, что они сказали, потому что им и не надо это понимать. Они говорят, у нас время как желе, его можно растягивать, его можно сжимать, у нас особое отношение с временем. я спрашивала у разных людей, несколько человек мне ответили, что да, это так, что вот он пока идет, все это проигралось, после этого он садится играть. Я спросила, что всегда? Ответ был, нет, не всегда, и если это не происходит, то это провальное выступление. Думаю, вообще, туши свет. Ну вот, но полгода назад я в Сочи была, в Сириусе в этом, ну, знаете, наверное, там для этих талантливых детей, очень интересное место. Вот, и туда приезжал Мацуев мастер-класс проводить. Это я не к тому, что я страстно люблю Мацуева, а к тому, что раз уж он близко попался, я ему тоже этот вопрос задала. Подозреваю, что он не понял. Да, подозреваю сильно, но его ответ был, из его ответа следует, что он не понял, куда я клоню. А его ответ был такой, ну, вы же видели, с какой скоростью я вообще двигаюсь, как я иду, мгновенно, да, выхожу, и огромным таким военным шагом он идет, садится и играет. Когда бы уж как бы тут проиграть? То есть, меня не устраивает его ответ, я думаю, что он просто не понял, о чем разговор идет. Искусство, это, я, как вы понимаете, сегодня искусствоведческого, ничего не буду говорить, потому что это не моя территория, и не за тем мы здесь собрались. Я предлагаю на искусство посмотреть другими глазами, а именно, не глазами искусствоведов, не глазами историко-искусства, и не глазами бытовыми. Такие, ну, полагается ходить в музей. Есть люди, которых я ненавижу, это экскурсовед, экскурсоводы. Это не только Наташа Ростова. Нет, есть гениальные экскурсоводы, я сама знаю хорошо, но это, как правило, сотрудники музеев, это там другое дело. А когда приходит какая-то несчастная группа и говорит, смотрите, вот это куст, а это стул, я думаю, наверное, у меня что-то с головой, потому что, если я слепая, то зачем я пришла в Эрмитаж? Да я вижу, что это куст, и это стул, вот это мне не надо говорить, мне нужно сказать, что почему, почему его манера другая, то есть я другого жду. Ну вот, но я предлагаю, вот с этой стороны, на искусство не смотреть, а смотреть на искусство как на испытателя законов природы. Например, времени. Ну, например, вот я задаю очень сложные вопросы, на которые, разумеется, ни у кого никакого ответа нет. Я их обсуждала не раз, не только с физиологами, психологами, но и с физиками. Например, такие вещи, как до и после. Я имею в виду не слова, а само понятие, что что-то было вот сейчас, а это было после. Вот они вообще откуда взялись на нашу голову? Это в мозгу у нас такое? То есть мозг знает такие вещи, как до и после. Мозг знает, что такое каузальность, то есть причинность. Чайник горячий, потому что его грели. Это мы так договорились? Или там на самом деле есть? Вот такая каузальность, то есть причинно-следственные связи, они отношение к времени имеют? Или, может быть, это не про время, а мы просто сами это время туда как бы вставили? Это безнадежные вопросы. Потому что, я не знаю, естественно, кто сидит в зале, но если, не дай бог, здесь есть физики, особенно те, которые занимаются квантовой механикой, то они не дадут мне соврать, что в квантовом мире нет каузальности, нет причинно-следственных связей. А ничего себе живет этот квантовый мир. Причем, заметим, живет он не на Плутоне, не на Сириусе, не на Марсе, а в нас. Потому что квантовый мир в каждой нашей клетке. Что будем делать с этим? Дальше. Мы должны иметь в виду, что время это не объективная вещь. Вот известны, опять же, нет времени, естественно, обсуждать это, но известны споры Анри Бергсона и Эйнштейна. У Эйнштейна время, это понятно, измерения там, ну все, что полагается. А Бергсон говорил, минуточку, это вообще все связано с эмоциями, с внутренним состоянием. Время, в зависимости от того, что оно для меня значит, оно может растягиваться. То, что на самом деле длилось там три минуты, мне кажется, что это длилось неделю. Или наоборот, какие-то события, которые бесконечно долго шли, они настолько были незначимы, что черт его знает, был это месяц, может пару лет. Но не только в этом дело, а дело в том, что восприятие времени находится в зависимости от химии. Это доказывает, то есть и от той химии, которая в нас постоянно находится, и от того, что мы можем туда приплюсовать. Хорошо известно, много работ на эту тему есть, что поломка времени происходит при принятии наркотиков. Кокаин, марихуана с временем делают бог знает что. Или с временем фокусы происходят в случае заболеваний мозговых типа Паркинсона или Альцгеймера. При шизофрении могут быть нарушения времени. То есть это я к тому, объективное оно или субъективное оно. Если на него влияет количество таких-то граммов плюс такие-то граммы, то а какое тогда вообще время? Опять я все тот же вопрос задаю. Оно вообще есть? Один из ответов на это, и это серьезные люди говорят, они говорят time is in the brain. Время – это тут. Вот это и создает время. Это вопросы плохие. Искусство в это играет на полную катушку. И это хрестоматийные произведения, мы знаем все их. То есть время сейчас, например, в серьезной научной литературе, не говоря о философской, встает вопрос, а время, мы все еще согласны, что время течет всегда в одну сторону, что оно без перерывов, что оно не делает петли. Мы как бы согласны с этим? А какие у нас есть основания считать, что это так? Кроме договора между нами. Мы просто так вот считаем уже много столетий, ну и дальше считаем. А так это на самом-то деле или нет? Теперь мой вопрос. А как проверим? Ну, во всяком случае, вот то, что я уже сказала, заболевания мозговые или попадание другой химии туда, если оно такие трансформации с ними делает, то где вот это время, которое вне нас? А вне нас вообще есть чего-нибудь? Или вот Магрит, да, вот художник рисует то, он смотрит на яйцо, да, он как бы его рисует. То есть, точнее говоря, не рисует, а пишет. Вот. А на полотне оказывается то, что будет потом. Вообще художники, они, конечно, молодцы. Они внедряются в вещи, о которых даже не подозревают сами. Или вот, это замечательная картина, которая показывает научным языком, выражаясь условность или конвенциональность номинации. Мы просто договорились, что это называется стакан-то, правильно? На разных языках, их 6 тысяч на Земле, это будет называться разными способами. Мы просто договорились, что это будут стаканы. А могли договориться, так как здесь, что туфли на самом деле называются луной, а шляпа называется снегом. То есть они, конечно, хулиганили, но они во время этого хулиганивания своего они влезли в самые такие мощные пласты научные. Пожалуйста, Эшер. Вот что он делает с пространством? Ну, это одна из картинок, но общеизвестно там еще десятки. Кстати говоря, я когда на Эшера раньше смотрела, я думала, ну, как ему это в голову вообще пришло? Ну, вот как такое может прийти в голову? Потом я узнала, что Эшер был другом семьи сэров Пенроузов. Сэр Роджер Пенроуз, крупнейший космолог, физик, занимается проблемами сознания. Но, опять же, не можем сейчас об этом говорить. Он считает, что сознание – это квантовые скачки. То есть это очень глубоко там. Ну вот. Но у него и семейка там вся была, будьте добры. Его отец был очень крупный биолог. И он придумал невозможную лестницу. И этот самый… В общем, отравили они этого Эшера за домашними обедами. Так что понятно, вот когда ты смотришь картинки из этой семьи и Эшера, ты видишь, откуда это взялось. Но все равно это же фантастика. Опять же, я вчера, когда аналогичные картинки смотрела дома, то думаю, во, для этих космонавтов хорошее дело. Вот у них же это все перемешано. Теоретически, правильно? Нет верха и низа. Чего хочешь, куда хочешь движется. Кстати, я тут куда-то летела в самолете и от скуки читала там одну статью. Это вообще жуть. Но я успокоила. Значит, никто на Марс не прилетит. Все… Отмывка денег. Все в порядке. Потому что, да, потому что в космосе очень большие… Огромное влияние на организм, не только на почки, кости и прочее, на гены. Близнецов уже исследовали. Один на Земле был, второй там год болтался вокруг Земли. То есть это вообще мощнейшая вещь. На зрение, на слух. Они неправильно ориентируются в слуховых. В вещах и в зрительных. То есть уже я не говорю о том, что жесткое космическое излучение не даст ни одному из них долететь в здравом уме до Марса. А что тогда лететь, спрашивается. Мозг – это не сумма миллиардов нейронов, как знает каждый школьник. И это неправильно. Потому что это, разумеется, так. И это огромные числа. Я про них даже не буду говорить. Я имею в виду не только количество нейронов, а количество связей между нейронами. Это, если начать писать число связей, которые есть в мозгу, то это будет, значит, штука такая, в которой нет такого слова ни в одном из языков мира, чтобы это определить. Короче говоря, вот единица, а после нее количество нолей будет составлять, спокойно, девять с половиной миллионов километров. Кто-то собирается модель мозга делать, я вот слышала. Вот. Так вот, мало того, что там анатомия и физиология такая сложная, каждый мозг пишет свой текст. Нет, опять же, прочла вчера, вот не скрою, все новое говорю. Нет двух одинаковых мозгов на планете. Чего они собираются моделировать, дурачки-то эти? Двух одинаковых нет, это как отпечатки пальцев. Я сама видела картинку, ну, в смысле, сканированные мозги двух близнецов, тотальных, полных близнецов. Два мозга, ну, разные мозги. Не только анатомические они разные, но гораздо интереснее другое, что мы на этом мозге пишем. Наш мозг, это не то, с чем мы родились. Это то, с чем мы родились, и генетику не перешибешь ничем. Что мы написали на этой, это текст. Текст, который мы пишем всю жизнь. Вот какой текст написали, такой и написали. Дурацкий текст, дурацкий мозг. Важно вот что, восприятие, это вот я говорила про органы чувств, восприятие, это активное извлечение знаний и конструирование мира. Это не гляденье глазами, это просто вход, это форточки, двери, там, окна. Дело не в этом. А что я вижу? Мы же видим разное, при том, что у нас глаза одинаковые, но они тоже не одинаковые, ну, примерно одинаковые глаза. Потому что, ведь, собственно, наш мир определяется чем? Тем, какие нам диапазоны слуха, зрения, обоняния, тактильной чувствительности создатель дал нам людям. Мы видим столько, слышим столько, обоняем столько, но другие жители этой планеты видят тут, а также тут, и слышат вот столько. Поэтому, какой для них мир? Это раз. То есть, уже сами входы у нас другие, мы не видим ультразвук, не слышим ультразвук, мы не видим инфра, картинку глазами, не видим, нет у нас этого. Приборы, но мы не про приборы говорим, а про нас самих. И, наконец, мозг. Мой мозг подготовлен, и он понимает, когда он смотрит на кранах, чей-то мозг не подготовлен, и он не понимает. Каждый из нас, я думаю, видел, я сто раз видела, в Эрмитаже идешь, тут люди простые, незатейливые, говорят, глядя на Матисса, мой-то сыночек, в 4 года, но вот ей-богу лучше рисует. Людвиг Витгенштейн, гениальный вообще, но я одну только вещь поймала относительно недавно. Он вводит такую метафору ковра, он говорит, все, что мы воспринимаем, но он имеет в виду в основном тексты, но тексты, понимаемые в широком смысле, это некий ковер, и каждый читатель оттуда свои ниточки тащит. То есть можно эту потащить, получишь такую картинку, можешь эту потащить, получишь другую. Если у вас нет концепта того, на что вы смотрите, то вы просто не можете понять то, что регистрирует ваши органы чувств. Вот когда я стала увлекаться винами, я к ним вернусь, у меня картинка есть, так вот, то я понимала, что я многие вещи, я их не чувствую просто, и большое время шло, пока я наконец стала эти штучки отличать. Это требует работы. В противном случае одно и то же вино, или один и тот же чай, или один и тот же кофе вы пьете, и один говорит, да, не удалось, а другому абсолютно все равно, потому что он не готов. Вот если перед нами будет лежать кусок папируса или том Шекспира, а мы не умеем, я имею в виду даже не то, что мы не знаем языка, в смысле английского, или того, которым древние египтяне писали, а мы ключа, ключа, нет ключа, вы понимаете, это ловушки все. Для того, чтобы я понимала Шекспира, мне должны много чего объяснить. Это так же, как, скажем, ну все, я думаю, читали Умберто Эка, тем более видели фильм «Имя Розы». Это сложнейшая книга. Для того, чтобы ее прочесть, нужно очень много всего знать. И философия, и история религии, ну то есть огромные пласты там. Сложнейшая книга. Но ее можно читать другими глазами, а именно как детектив, кто кого хлопнул, я давно уже говорю про братьев Карамазовых там, или Раскольников там, кто кого убил. Если про это, то детей учат правильно в школе. Им дают дайджест, говорят, хлопнул проценщицу. Но Достоевский не автор этого. Он не писал. Этого он не писал. Поэтому для того, чтобы вот эти тексты, которые у нас уже есть, мы могли прочесть, нужны знания. Мозг должен быть готов. Там должны быть написаны эти вещи. Только тогда он понимает. Если мы посмотрим на живопись египетскую, то тут тоже много интересного. Смотрите, как они, но это уже длинный и другой разговор. Посмотрите, как они стоят все, как они ориентированы. Например, есть лица, которые вроде бы в профиль, а глаза, как у Камбалы, все с одной стороны. То есть это же они не потому, что они реальных людей не видели. Это концепция была. Они делали так. Эволюция живописи – это очень интересная вещь. И это, в частности, можно рассматривать и в русле вот этой вот полушарной. И в свое время так и рассматривалось. Этим занимался Роман Якобсон, Лотман и вся команда, Вячеслав Силович Иванов и так далее. И тогда, ну, я там подтявкивала тоже сбоку. И это обсуждалось вот в каком смысле. Что правое полушарие – это тогда так считали. И не стоит думать, что это идиотизм. Это не идиотизм, просто сейчас мы больше знаем. Правое полушарие древнее, чем левое. И его функции можно сравнивать с аналогичными функциями у маленьких детей и у арханичных культур. И если бы мы могли сейчас этим заняться, я бы просто показала прямые параллели. Ну, скажем, если затронуть такую вещь просто как пример, скажем, прямая обратная перспектива. Этим, кстати говоря, специально занимался академик Раушенбах, который был физик-инженер. Он делал топливо для ракет, которые летают. Но в конце жизни очень увлекся вот этим правым-левым полушарием, особенно анализом зрительных вещей. И вот прямая обратная перспектива, он это и как математик рассматривал, это очень интересно, довольно сложно. То есть не довольно, а просто очень сложно. И мы же видим, что прямая перспектива появляется очень нескоро. А если вы посмотрите рисунки маленьких детей, никакой там прямой перспективы нет. Если посмотрите на рисунки больных, у которых с левым полушарием непорядок, а действует только правое, вы увидите античные, то есть не античные, а архаичные отношения перспективы. И как будто нету этого. Они не только нарисовать это не могут или написать, они этого даже не видят. Это мы у нас в лаборатории эксперименты такие приводили. Видит он длину между отрезками, они даже не видят. То есть глаза-то их видят, они не понимают. Вот видите, пятый век до нашей эры. И вот какой я там текст обнаружила. Мне подарили переводы старой поэзии. Ой, я вам скажу, это так интересно. Вот смотрите, что там пишут. Эмпидокл пишет. Состав живой природы называется. Выросло много голов отдельно. Головы болтались, представляете? Затылка лишенных и шеи. Голые руки блуждали, в плечах не имея приюта. Обалдеть можно. Очи скитались по свету, одни безо лбов сиротея. Представляли себе, что так было. А потом, как бы это, как пазл, потом стали собирать. И когда ты смотришь рисунки, там, Леонардо и прочих, когда вот отдельно эти руки и ноги, и копыта. А вот в прошлом году я с прямой речью ездила в Лондон. И был редкий момент, когда можно было зайти в дивный музей Виктории и Алберта, и там была вот эта выставка. И я, когда увидела эту штуку, совершенно зашлась, потому что, я не знаю, видно, не видно, там отдельные части тела в ней. Там нет этих, тел целиком. Так что современное искусство тоже в это играет. А вот, когда мы будем говорить о, то есть, не будем говорить, а когда мы говорим про искусство в лучших его проявлениях, как там, вот, Леонардо, Дюрер, Боттичелли, ну и так далее, вот все эти великие. Вот они вот, как это вообще делали все? Это что, алгоритмы у них что ли были? Как они, это ведь, это же что-то немыслимое, это же магические вещи. Не знаю, здесь, если есть человек какой-нибудь из Сколково, сейчас он у меня стулом кинет, потому что я с ними уже с осколковцами сцеплялась и на тему фортепиано, и на тему живописи. Он говорит, мы сейчас программу вам напишем, она вам будет исполнять Дюрера с Леонардо просто еще лучше, чем оригинал. Так это программа, которая, не хочется говорить такие слова, но к искусству это не имеет никакого отношения. Так же, как механическая пианино не имеет никакого отношения к тому, когда играет живой человек, и у него из рук это вот течет, звуки эти текут. Когда мы смотрим на живопись такого сорта, нужна подготовка, нужно понимать, что это такое. Можно сказать, отказались от всех форм, а можно сказать, наоборот, все вообще формы вогнали в один квадрат. И неважно, красный он или черный, но там сразу все лежит. И все концепты, все лежит сразу там. Для этого это научная история. Когда Малевич исполнял это или черный квадрат, я вас уверяю, он не думал о том, что он просто черненькое и красненькое рисует. А вот здесь, смотрите, что они делают, все эти сюрреалисты. Они же разрушают все привычные представления о природе. Вот так быть не может. Да? Но, а почему, почему, так? Ведь сюрреализм, это так же, как у Феллини, это сны все. К снам я тоже как бы подойду. И Феллини, я тоже уже не раз это говорила, его в каком-то интервью спрашивали, а про что фильм-то ваш? Он говорил, так если бы я мог это сказать, так я бы написал роман. Или, к примеру, эссе. А так вот, фильм смотрите. Здесь все нарушено. Так не бывает. Это значит, что подвергается сомнению, как бы устройство, мир. Это, я знаете, куда клоню? Искусство, это взрыв мозга. Это взрыв мира, я бы даже сказала. Потому что искусство делает то, оно показывает, что мог бы быть и другой сюжет. Сюжет не в смысле Маша любит Петю, а Петя не любит Машу. А в смысле мир может быть и иначе устроен. Вот хорошая картина, первая симфония Шостаковича, филоновская. Если ее внимательно смотреть, особенно с лупой, ну, виртуально выражаясь, с лупой, с такой, то там и макромир, и микромир одновременно. Я когда ее разглядывала, в оригинале я имею в виду, то я думала, вот интересная история. Если бы прилетели к нам инопланетные люди, это я студентов этим травмирую всегда, такого рода вещами. Вот они прилетели и смотрят на Землю, еще не вышли сюда. А у них другие глаза и другие мозги, естественно. Вот. И это глаза и мозги такие, которые видят только очень маленькие объекты, а большие не видят. Это значит, они видят Землю, в которой копошатся, значит, куча молекул и больше не видят ничего. Вот если, то есть они у них не собираются ни во что. То есть вот если на эту картину смотреть, то там и такое тоже есть. Ну ладно, перелеснем. Вот видите, ну помним мы все это. Так как бы мы нарушаем фигурафон. Это абсолютно научные вещи. Они взрывают нам эти научные вещи. Я хочу сказать, что состоит искусство не только из того, о чем в приличном обществе полагается говорить, а именно. Есть еще парфюмерия, виноделие и кулинария. И это высокое искусство. Для того, чтобы сделать такие духи, нужно быть не только химиком высокого класса, но нужно иметь особый нос и особые мозги. А именно это должны быть правополушарные люди с очень сильными метафорическими способностями и способностью к гештальту, к формированию гештальта. Это очень трудное занятие в высшей степени. Оно трудное не только для тех, кто это делает, но для тех, кто потребляет. Я занималась памятью на запахи. Очень жалею, что бросила. Может, когда-нибудь вернусь, не знаю. И я хочу сказать, что очень много я узнала про то, как бездумно люди с запахами обращаются. Например, меня всегда удивляло, как это можно дарить духи. Ну, это как? Во-первых, у каждого человека свой химический набор уже с собой. Поэтому одни и те же духи на одного человека, на одном человеке они одну картину дают, а на другом совершенно другую. Во-вторых, нужно понимать, что ты на себя напрыскал. У меня много изумительных примеров, но один я приведу. Одно, это, по-моему, в Швейцарии дело было. Одну даму не взяли на работу, при том, что она прекрасно была одета, правильно, она была бизнес-леди, у нее прекрасные были бумаги, все и все это. И они что-то не то почувствовали, сказали, что-то нам в ней не нравится, на работу ее не взяли. Оказалось, что у нее были духи-кокотки, и поэтому они унюхали, что здесь что-то не то, значит, доверять ей нельзя, она не понимает, что она делает. Она на работу не была устроена. Виноделие, мой любимый объект, страшно сложная вещь, и это несомненное искусство. И не стоит, и я повторяю, с двух сторон, оно и тот, и тот, кто делает, он самые-то гениальные виноделы, повара и парфюмеры, они вообще ничего про эту химию могут не знать, они что-то там выражат, выражат, что-то там лепят, лепят, сливают, сливают, и это что-то гениальное получается. Это ровно то, что делают композиторы, это ровно то, что делают живописцы. А кулинария, для того, чтобы такой сыр сделать, сколько нужно вообще времени провести. Давайте я вот одну вещь здесь скажу до того, как дальше пойду. Вот я говорила, что искусство – это нарушение законов всех, это взрывает как мозг, так и мир. Одна из моих любимых книг – это Кэрол и все, что проделывала Алиса в Зазеркале и в Стране чудес, и я вам рискну несколько вещей прочесть. Значит, какие законы нарушены там? Как мы знаем, он был, это он для девочки писал все, это как бы сказки, это то же самое, что Сумберто Эка, что можно читать как детектив, а можно читать как жутко сложную книгу. Также и Алиса, кто ее не читал с детства, я вам завидую, почитайте, только внимательно, лучше по-английски, конечно. Вот, и там он взрывает все, он взрывает время, он взрывает память, он говорит, что, возможно, память на то, чего еще не было, он путает сны и явь, говорит, ну, я приведу сейчас примеры, он говорит о жидком мире, это сейчас стали говорить в связи с цифровой экономикой и с квантовыми, со всеми штуками, он говорит об относительности скорости и движения, об относительности размеров, об относительности языка, об относительности имен, и вот привожу несколько примеров. Значит, ему снится сон, говорит, траля-ля, а как, по-твоему, что ему снится? Не знаю, говорит Алиса, это никто сказать не может, любой нормальный человек так отвечает, ему снишься ты, закричал, траля-ля, если бы он не видел тебя во сне, где бы, интересно, ты была, ничего себе вопрос, там, где я и есть, говорит Алиса, потому что она девочка из нашего мира, а вот ты ошибаешься, он ей говорит, с презрением, тебя бы тогда не было вообще, нигде, никогда, ты просто снишься ему во сне, это, между прочим, Беркли там, и так далее, если кто философию помнит. Дальше, завтра не бывает никогда, например, там королева говорит, варенье на завтрак, наступает завтрак, Алиса говорит, а где варенье? Она говорит, на завтрак, это значит завтра, а завтра бывает только завтра, значит, варенье не бывает вообще. Королева ей говорит, жить в обратную сторону надо, это хорошо, ты умеешь жить в обратную сторону, помнишь, и прошлое, и будущее. Алиса говорит, у меня не такая память, я не могу помнить то, что еще не случилось. Королева говорит, плохая у тебя память, тренируй как бы. Дальше, ну, общеизвестная, когда они бегут с королевой, Алиса страшно устала и говорит, мне кажется, я здесь и оставалась. А королева возмущенно говорит, а ты что хотела? Чтобы попасть куда-то, надо бежать, по крайней мере, в два раза быстрее. Тут у меня просто сердце остановит. Почему в два, не в пять, не в десять? Что значит в два быстрее, чем что? Чем какая величина? То есть, взрывает все. Дальше, Алиса смотрит на цветы, к лилии подходит и говорит, какая вы, лилия красивая. Как жалко, что вы не умеете говорить. А Лилия ей отвечает, говорить-то мы умеем, было бы с кем. Да, тоже про цветы, маргаритки. Из всех цветов самые несносные. Говорит, про соседок это лилия. Стоит одной распуститься, как тут же распускаются все за ней следом. Такой крик поднимают, послушать их, так прямо завянешь. лес, в котором нет имен и названий. Лань, к которой Алиса обращается, спрашивает, как вас зовут? Лань ей отвечает, отойдем немного, здесь мне не вспомнить, ничего себе. И они потом выходят из этого леса, и она говорит, а, вот теперь другое дело, я Лань, а ты человеческий детеныш. Ну и последнее, что я здесь скажу, там была лавка, в которой Алиса хотела какие-нибудь вещи купить. Эта лавка удивительная, это в чистом виде квантовый мир. Вот не дожил, то есть он дожил, но читал ли он и понял ли он Нильсбор и вся команда там. Лавка была обитком набита всякими диковинками. Но вот что странно, стоило Алисе подойти к какой-нибудь полке и посмотреть на нее повнимательнее, как она тотчас же пустила, хотя соседние полки прямо ломились от всякого товара. Какие здесь вещи текучие, Алиса говорит. То есть нет стабильного, ничего стабильного нет, они все перемещаются. Вот уже несколько минут, как она гонялась за какой-то яркой вещицей. Это то ли была кукла, то ли шкатулка, но в руки она не давалась. Стоило к ней потянуться, как она перелетала на полку выше. Ужасно капризная вещица, сказала Алиса, хуже всех прочих. Ну вот, и последняя вещь, которую я здесь прочту, она меня поражает, потому что я в этой ситуации сама была. Алиса стояла перед огромной дверью с аркой, на которой большими буквами было над которой. Было написано королева Алиса, там королева, она королевой становится. По обеим сторонам двери свисали ручки звонков. Над одним из них стояла для гостей, а над другим для слуг. Что же мне делать? Ведь я и не слуга, и не гость. Как ей попасть туда? То есть, это пространство, в которое как бы нету входа. А с нами происходило вот что. Мы были у друзей на даче и пошли гулять. И проходили мимо какого-то садоводства, над которым, ужасное садоводство какое-то, над которым висела огромная железная надпись. И надпись эта была следующая. Посторонним садоводам вход воспрещен. У нас было, значит, четыре академика, ну и еще пара профессоров. Мы просто застыли, потому что мы стали говорить, во-первых, мы туда не собирались входить. Но дело не в этом. А просто, а нам куда деваться? Мы не садоводы, но мы посторонние. То есть, эти множества, они как-то не ложатся друг на друга. Ну ладно. Про Эммануил Кант не худший, прямо скажем, философ, а именно лучший на Земле. Он делит все ощущения, которые к нам попадают, на так называемые сенсус вагус. И это тепло, холод, тревога, надежда, трепет и страх. Интересно, что туда попадает такой довольно пестрый набор. И так называемые сенсус фиксус. Фиксус. Или орган зинный, он говорит. И три из последних. Тактус, то есть тактильные, визус, визуальные и аудитус, он говорит, что они скорее объективны, чем субъективны. Хотя я с этим бы поспорила десять раз, но это не важно, предположим. А два других, вкус и запах, они субъективны, служат для удовольствия, а не для понимания, он говорит. Он еще интересную вещь пишет, все уж не буду зачитывать, но он считает, что есть благородные чувства, а есть, так сказать, более низкого разряда, и вот химические пика, это вкус и особенно запах, он относит к низким чувствам, однако, вот это мне нравится, он говорит, что они помогают нам разбудить внимание и справиться с монотонностью и скукой и мыслительной деятельности. Вот это да. Это я абсолютно точно знаю, потому что, когда у меня какая-то статья не пишется, я есть начинаю быстро. и людей он делит на тех, которые чувствительные и тех, которые, им все равно, что есть. У меня есть коллега одна, она профессор, очень изящная женщина и одевается прекрасно и все такое. У нее, вероятно, какой-то дефект вкусовой, потому что ей вообще все равно, что есть. Я ее даже спрашиваю, а ты ешь просто, чтобы не помереть с голоду, что ли? Она говорит, примерно так. Я говорю, тебе вообще все равно, что есть. То есть, это явный вот дефект такой. С обоняния, очень серьезная вещь, потому что ход от того места, куда запах входит, и до мозга самый короткий. Он вот здесь. Понимаете, там вот от слуха, там Бог знает, сколько этот сигнал идет, пока он дойдет до нужного места. А запах практически сразу попадает в мозг. и есть люди с так называемой анасмией, которые не чувствуют запахов, и это патология. И очень большие сложности, то есть есть, а есть наоборот, гиперасмия, которые чувствуют тонкие, очень малых концентрациях запахи, и это все не на тему абсолютной нормы. То есть, как отсутствие, так и гиперасмия, это трюки мозговые. И у нас могут быть галлюцинации и на тему вкуса, и на тему запаха. И это вам скажет каждый психиатр, хотя он же, а я уж их опрашивала, не сомневайтесь, он же добавит, что это редко встречается. При том, сколько у них больных там каждый день. Вот пациент с настоящими такими галлюцинациями запаховыми или вкусовыми, это не то, что там каждый второй. Нам очень тяжело с некоторыми вещами из вот этих поступающих к нам в мозг сенсорных сигналов разобраться. Например, с цветами и линиями, так пишут в литературе, еще куда не шло, а с запахами и вкусами очень плохо, потому что их классифицировать очень трудно. Вот я этим действительно занималась, это страшный бардак там происходит. Я бы, кстати, сказала, что и с цветами они напрасны, потому что слово зеленое это не более, чем слово зеленый, не более того. Это вот такое огромное пространство, там тысячи этих зеленых будут, и для них слов нет. Поэтому вот такая тема, как мозг, язык и нос, альфакторная, она очень такая интригующая. И вот восприятие запахов, не только духов, а и вообще просто запахов, бытовых, они очень зависят от эмоционального статуса, они связаны с лимбической системой, то есть с той, которая обеспечивает эмоции нам. И принято говорить, что это все связано с правым полушарием головного мозга, и есть доказательства этому. Потому что в одной из работ, которую делал, ну, отчасти у нас там совместная, есть отчасти отдельно, без меня, профессор Аршавский, бывший московский, уже давно рижский, он дегустаторов запахов и вкусов обследовал, энцфолограммы им делал и так далее, они все очень сильно правополушарные. Это факт. При всем моем скепсисе на тему полушарий. Классификации несколько, но словарь запахов очень беден. То есть на удивление беден. Там практически все слова сворованы у других модальностей. острый, кислый, там тихий, громкий, шершавый иногда говорят запахи. То есть там масса украденных из других модальностей слов, неразработанной. Вот память на запахе изучена довольно хорошо. Ну, относительно хорошо. Конечно, есть чего еще изучать. Например, вот это вам, я думаю, будет интересно. Память на запахе практически не подвержена воздействию времени. То есть не то, что раньше хорошо помнил, а теперь плохо. В отличие от массы других вещей, которые со временем куда-то проваливаются. Знакомость, незнакомость запахов никак не влияет на качество и прочность запоминания. Это находится в противоречии с названиями этих запахов. То есть человек, он назвать его не может никогда, знаю, знаю, и дальше это вспыхивает, иногда это даже называется гипнотический ключ. вспыхивает, как у Пруста, картины огромные. Это я думаю, честно говоря, не знаю, но подозреваю, что я не ошибаюсь. Если бы я работала в спецслужбах, я бы точно это использовала, потому что достаточно какой-нибудь значимый для, если знать биографию этого человека и знать, что, скажем, с запахом какой-нибудь там подгнивающей Антоновки у него связаны такие-то события, это очень мощный включатель его подсознательных процессов. Так что это серьезная вещь. И это не анализ, а это интеграция. То есть мы гештальты вспоминаем. Ну, хорошо. Что делают те, кто пишут музыку? Вот эти гении. Вот что они, собственно говоря, делают? Ведь вот что такое музыка? Физически. Если про науку, я имею в виду про естественные науки, мы будем говорить. Звуковая волна, как любая звуковая волна, вот мой голос, она летит-летит, ударяется в барабанную перепонку и поехала. Там волосковые клетки, средняя мухи то анализируется, потом она по слуховому нерву идет, приходит, наконец, в мозг, и она приходит в разный мозг. У одних, которые обучены музыке, и они чувствуют это, она вызовет одно, а у других она не вызовет ничего, или, как у руководителей нашего многострадального государства, вызовет ощущение сумбур вместо музыки. Как мы все помним, это было про Шостаковича. То есть, если ты не готов, так ты и не слышишь. И, опять же, не устаю говорить, что здесь субъект и объект являются единым целым. Если нет слушателя, никакой музыки нету, ее нету, она возникает в тот момент, когда есть тот, кто ее понимает. Поэтому всех детей музыки надо учить в любом случае. Не только потому, что они смогут воспринимать сложную музыку потом, но и потому, что, когда маленьких детей обучают музыке, их приучают к тому, что им потом понадобится, когда они начнут читать и писать, а даже вовсе не заниматься музыкой. Потому что их приучают обращать внимание на маленькие штучки. Длина этой ноты отличается от длины этой. Слышишь? Это больше, чем это. Какое больше? Вот я тебе играю. Где больше? Понимаете? Их обучают. Это очень тонкая настройка инструмента. А инструмент это их мозг. Разница в частотах, разница в длиннотах, разница в больших кусках, разница в темпе, разница в ритме. Их приучают очень важным вещам. Это знаете, когда сыграет? Когда эти дети станут прабабушками и прадедушками. И Альцгеймер уже будет за кулис так ручкой помахивать. Так вот, этот Альцгеймер там проведет за кулисами на несколько лет больше. За кулисами. Потому что тренированная, тонко тренированная нейронная сеть. Я ничего не говорю про эстетику сейчас и про великолепие музыки. Я про это не говорю. Я говорю про технику. Итого, для комара никакой музыки нет. Потому что мозгов у него нет. И для курицы музыки нет. Потому что мозги у нее маленькие, плохие. кстати, недавно я выяснила, просто беда, так меня радовало, что во всех книжках написано, что курицы страшно глупые. Я думаю, ну ладно, можно хоть курицу съесть. Потому что так думала, как обидно. У коров, у них такие прекрасные глаза, ресницы эти бархатные, вообще так они выглядят чудесно. А потом стейк, да? Значит, либо стейк, либо прекрасные глаза. Вот, но думала, ладно, курица вообще безнадежно глупая, бог с ней. Оказалось, что у них какая-то сложная эмоциональная жизнь у этих куриц. Ну, просто я не знаю, что делать. Я одна надежда на огурцы, да? Мираб Мамардашвили, крупнейший философ наш грузинско-московский, он, видите, что писал? Антропный принцип, это то, с чего я начинала. Мы смотрим на все и анализируем все так, как можем. Пианист играет, как может. У нас такие уши, такие носы, такие глаза, такие мозги. Вот так и смотрим своими глазами. Смотришь на курицу и говоришь, какая-то она сегодня печальная. Наверное, думает, смертная она или не смертная. Есть ли жизнь после смерти? Так это я все придумала. А что у курицы в голове? Мы, а, не знаем, б, не узнаем никогда, точка. Потому что невозможно влезть туда. каким бы приборами мы на нее, на эту несчастную курицу не влезали, так же, как и на человека. Там вы получите 18 тонн всяких данных, но эти данные ничего не скажут про то, о чем вы думаете, что вы чувствуете. Они скажут только грубые вещи, что сейчас, пожалуй, он веселый, а сейчас, возможно, он какую-то мелодию вспоминает. И все, больше ничего. А про курицу у нас нет уже ни ключа никакого. Я когда пришла в Академию наук работать, лингвист к ним попался, я еще тогда была лингвист. А тогда была мода на то, чтобы дельфинов обучить человеческой речи, желательно по-русски, чтобы они беседовали. И чтобы можно было им сказать, ты, Петя, там был конкретный дельфин Петя, я работала с ними. Разумеется, никто ничего не открыл и не откроет по вышеуказанной причине. Ему говорят, Петя, вот слушай, вот тебе бомба, ты с этой бомбой плыви в Сан-Диего. Там стоит второй американский флот. Ты бомбу там оставь и, Петя, запомни внимательно, тут же обратно. Не забыл? Понял? Понял. Ну, в общем, короче говоря, ключа нет. Понимаете, записаны несметное количество сигналов разных животных, в том числе и дельфинов. И мы знаем только очень-очень грубые вещи. Если говорить в миллионах кавычек, то мы знаем чуть-чуть и то чуть-чуть и очень неточно и ненадежно словарь. В ста кавычках. То есть, когда он так пищит, ему самку подавай. А когда этот, то опасность. А когда этот, то он, значит, доволен. Вот и все. Но существа с таким мозгом, вы вообще представляете, какой у них мозг? Они живут 60 миллионов лет, а мы, знаете, сколько сообщают? 250 тысяч. Точка. Поэтому, когда мы наблюдаем за дельфинами, то должны себя вести скромнее, потому что это они за нами наблюдают, а не мы за ними. Так вот, антропный принцип. Мы же на него смотрим, говорят, какой-то он сегодня грустный. Ты откуда знаешь, он грустный или какой он? Декарт подчеркивал наличие в сознании, то есть, в нашем, людей, непосредственных, каких-то непосредственных данных. Это вроде того, о чем, если есть лингвисты, они меня поймут, вроде того, о чем говорит Хомский. Врожденные синтаксические структуры. Мы не можем родиться сознанием какого-то языка, но у нас есть алгоритмы базовые, с помощью которых мы можем расшифровать язык, в который родились. Они уже там лежат. И более того, у них генетическая основа есть. Это не правило, какое окончание в творительном падеже. Это не про это. А это субъекты, объекты, как они относятся друг к другу. В общем, так вот, Мираб Мамардашвили, вслед за Декартом, которого он очень любил, он и говорит, у нас есть какие-то изначальные знания. Это тоже, что говорил Кант. Там уже лежит это. Кое-что там лежит. И вот, собственно говоря, наше мучение-то науки заключается в том, чтобы понять, а что там лежит. И главное, как это узнать? Когда ты узнаешь, оно уже обросло этими текстами жизни, которые мы там написали. Во время учения, чтения там и всего. Оно уже закрыто лепестками разными. А что там вначале-то было? Пятигорский, а они, как известно, приятели, собутыльники, соавторы, он писал, и они вместе писали, мышление и бытие представляют собой континуумы. Даже более того, мышление и бытие совпадают. Комментирую. Это то, что я вначале сказала. Это у нас здесь все происходит или есть все-таки какой-то внешний мир реальный? Когда на это, сейчас уже так никто не отвечает, ну, кроме уже совсем каких-то захолустных людей, говорят, да, но мы же все одинаково видим. Откуда вы взяли это? Чего мы одинаково видим? Да, у нас есть приборы, а кто сделал приборы? Кто сделал приборы? Прибор, он что показывает? Смысл, что ли? Прибор показывает циферки или вот такие штучки. мышление и бытие совпадают. Ничего себе. Умберто Эко, о котором речь была в замечательной книжке, одно название, чего стоит, стоит «Кант» и «Утконос». Ничего себе название книги. Так вот, он говорил, мы утоплены в языке. Язык является мощнейшим инструментом, от которого зависит вообще все, что мы в этом мире делаем, потому что надо в него упаковать то, что к нам на сенсорные системы каждую минуту вылезает. Густав Шпетт гениальный говорил то, что написано. Мысль зачинается в слове. Это не то, что у нас есть мысль, а мы ее потом в коробочку. Нет, не в коробочку. Она такая, какая коробочка, это мысль. То есть, почему такая интересная вещь переводы между языками и почему их так трудно делать, если это не... Поэтому, когда говорят, да мне компьютер переведет, что он тебе переведет? Философские системы, что ли? И вот Юрий Михайлович был очень увлечен этой историей с двуполушарной структурой человеческого мозга. Тогда считалось, что, скажем, шутки это правополушарная вещь. Вот эту вещь можно трактовать как угодно. Я сама видела человека, который мне сказал, это же ужас, это ужас, вот как? Это ведь он же его сейчас зарежет, он же убийца. То есть, шуток нет никаких. Меня давно интересует, как люди реагируют, скажем, на фильмы «Кустурицы». То есть, одни восторженно вообще, и я среди них, там, помирают просто от смеха, а другие вообще не понимают, о чем идет. Они просто не понимают, что там происходит. Да, нет, вот я пролистнула. Все виды невербальной семиотики тогда связывались с правым полушарием. Я бы, пожалуй, и то, и другое, и вот это, и вот это, и сейчас оставила в этом правом мозгу. Потому что, когда мы видим пациентов, у которых какие-то фокусы с правым полушарием, мы видим, что они теряют чувство юмора, которое у них было. Вот понимали, а теперь не понимают. Они перестают ориентироваться в пространстве, они не понимают жестов, они не понимают мимики, они не понимают голосов, выражения, интонации не понимают. Скажем, ты им говоришь, ну, отлично ты вымыл посуду, в смысле, все на стенках, да? Он говорит, да, доволен. Я движусь к концу. Когда речь идет о прорывах в науке или в искусстве, что я вот с самого начала хочу, не знаю, удалось мне это сказать или нет, что на самом деле одно и то же в этом смысле. Павел Флоренский писал, требуется мощный удар по нашему существу, который внезапно исторгает из нас самих себя, то есть это взрыв должен быть, чтобы открытие какое-то сделать. Неважно, это в музыке, в живописи, в математике, где угодно. Это что-то происходит с тобой. Если мы будем читать биографии действительно великих творцов, вот это все, ты там видишь, и никто из них не может сказать, как это получилось. Шел, шел, и вдруг как по голове меня ударило, а возможно даже и никак. А головой от березы ударился, и вот. Он говорит, расшатанность сознания, даже сумеречность, он пишет сознания, всегда блуждающего у границы миров. Художество, он пишет, есть оплотневшее сновидение. Вот то, что когда я сериалистов показывала, что-то там развинчивается. Эти сны, непростая вещь. наличие вещь, снов, это ведь факт. Просто наука не знает, что с этим делать, но много примеров, причем доказанных примеров. Когда там что-то происходит на другом континенте, а человек там с ума сходит и начинает по телефону звонить и так далее. Это если есть телефоны. Много примеров. Художество, есть оплотневшее сновидение. И еще одну интересную вещь пишет. Кристалл времени во мнимом пространстве. Есть даже такая точка зрения. И Лотман, кстати, нас, я поскольку с ним имела счастье общаться, он спрашивал, а можно ли как-нибудь доказать, что течет время во сне в обратную сторону? Это серьезно обсуждаемая вещь. Как ты это докажешь? Лотман-то наивно считал, что мы энцефалограмму во сне снимем. Чего она покажет? Ну, время-то она не покажет. Вы понимаете? Все наши приборы, вот пусть меня простят все мои коллеги, пусть проклянут. Они замечательные, они невероятно нужны медицине, они потрясающие вещи делают для физиологии. Мы знаем с каждым, можно сказать, месяцем, гораздо больше, чем знали месяц назад. Это все чистая правда. Но они не отвечают на главные вопросы, потому что это не приборье дело на них отвечать. Они не могут. Действительно, к концу иду. Я недавно прочла интервью, которое Набоков давал журналу «Одитцайт», приведенный на русский язык. Смотрите, что он пишет. Прежде чем книга окажется на бумаге, она является автору в некой идеальной ипостаси. И является автору. Он еще ее не писал. Она появилась. В каком-то другом, иногда прозрачном, а иногда туманном измерении. И моя задача записать столько, сколько смогу разглядеть. Это пишет гений, между прочим. И настолько точно, насколько это в человеческих силах. Можете себе представить? В человеческих силах. И дальше он пишет. Фантазии художника. Не пишет, а говорит это интервью. Фантазии художника нет ни парламента, ни народного представительства. В моем личном мире я абсолютный деспот. Я один поддерживаю его в равновесии. Я один решаю, что в нем правда, а что нет. Вспоминая Лотмана, я еще раз напомню, что его идея была такая, что искусство не описывает жизнь, как нас учили в школе. Соцреализм. Есть стакан, надо описать стакан. Меня всегда интересовало, зачем его описывать, если он уже есть? Вот для чего его описывать? Он же что-то другое делает, когда он про этот стакан пишет. И идея Лотмана была в том, что искусство творит жизнь. Отсюда эти, Наташа Ростова, не к ночи быть помянуты, отсюда эти самые, которые на гвоздях лежали, тургеневские барышни, которых никогда не было, пока Тургенев их не придумал, после этого все стали падать в обморок. То есть выдумывается мир, он создается этот мир, и он дальше как бы обрастает, плотью получается, что ли. Энштейн, важно, что это Энштейн, а не художник, не музыкант. Он говорит, изобретение или открытие не является продуктом логического мышления, даже если конечный продукт имеет логическую структуру. И он пишет, интуиция, переведем так, это священный дар, а рациональное мышление покорный слуга. Это пишет Энштейн. Он не один пишет такие вещи. То есть такое пристальное внимание к интуиции, к подсознательным процессам. Я не знаю, как это получилось. Тысяча примеров, когда поэты потом говорят, Бог узнает, как это было. Вот встал, смотрю, лист бумаги лежит утром, на нем стихи написаны. Кто автор-то? Это же не шутки, это всерьез. Это, разумеется, он делал, но как? Это значит, что сознание вообще не участник. Оно включается потом, как отдельный игрок. Потом. А до этого кто? Обучение меняет мозг быстро, пролистываю, тем более я про это сто раз говорила. Физически меняет мозг. Физически. То есть белое-серое вещество лучшего качества у тех, кто занимается чем-нибудь интеллектуальным, чем у тех, кто не занимается. И не обязательно, кстати, интеллектуальным. Я вот сказала и сама усомнилась. Нет, почему? Если я думаю, что у кружевницы, которая плетет брюссельские кружева, будьте добры в голове чего. Но за это дорогая цена. Под картинкой автор пишет, благодаря живописи стало понятным измерение земли, вод и звезд. И еще многое откроется через живопись. Вот ради чего я это сюда поместил. То есть нам искусство, можно сказать, те вещи, до которых еще ученые будут ехать и ехать и ехать, может быть, десятилетия. У творцов искусства у них какие-то есть особые щупальца такие. Они унюхивают вещи, которые рациональному мозгу не даются. И они опережают, очень сильно опережают. То есть они как бы люди из будущего. Извините за банальную фразу. Дальше идет цитата из Аристотеля, больше не меньше. Это, ну, сами можете прочесть, но это на тему того, что если мы будем анализировать, а уж не сомневайтесь, этим занималось много народу, биографии людей, которые нашу цивилизацию создали, плохие у них биографии были, очень много суицидов, много людей спившихся, много людей с психическими болезнями, дорогая цена, не выдерживает мозг. Более того, это балансирование на грани таких сложных и опасных вещей, что соскочить с нормы на ненорму три минуты. Уже не говоря о том, что каждый гений это не норма. Норма – это что такое норма? Норма – это мы договорились, что десять разделить на пять будет два. Мы договорились. Мы договорились, что в этом, сейчас, этим летом носят такие-то сумки. А могли договориться, что вообще сумки не носят? Вот что такое норма. Договор. Средний рост такой, среднее ухо такое, средний глаз такой. Но любой гений вылезает из этого по определению. Значит, если уж совсем цинично говорить, то любой гений больной. Просто это такая болезнь, но в кавычках болезнь, от которой никто из нас никогда не откажется, потому что если мы всех сдадим на ЕГЭ и будем к ним подходить единой средней меркой, наша цивилизация закончена. Уже конец близко. Искусство здесь написано. Это то, что позволяет нам стать собой, а не быть таким, как все. Потому что искусство вскрывает такие вещи, которые мы как бы без него бы не вскрылись. Вот это и есть индивидуальность. И скажу я вам спасибо за внимание. А напоследок скажу еще то, что тоже я уже в разных аудиториях говорила, но не удержусь, скажу и сейчас. Меня давно интересует, зачем играл Эйнштейн на скрипке, а также меня интересует, а играл он ужасно. А меня также интересует, зачем Шерлок Холмс этого делает, мучая всех окружающих. Зачем они это делают? Это точно не отдых. Это получалось у них плохо. Со скрипкой Эйнштейн не расставался никогда. Я вот перед тем, как я была в передаче, никак отказывалась, но не смогла отказаться, у Сати Спиваковой про музыку. Ну вот. И думаю, надо мне почитать чего-нибудь такое, что ее могло бы интересовать. Ну вот. И обнаружила, что у него была скрипка, которая, скрипки, которые одна за другой следовало. Их одним именем звали Лина. Ну, вероятно, Виолина, Вайлен. Вот эти Лина у него были с собой, он все время их с собой возил. Он даже играл в одном из известных квартетов. И на него обрушился руководитель этого квартета, сказал, ты что, до трех считать не умеешь? Он все время, физик-то, он все время опаздывал, он не попадал в пьесу, у него ничего не получалось. Ну, физик еще, там, считать вообще, даже считать элементарно не умеешь. Но он продолжал это делать. Мой, моя версия такая, они оба, как Эйнштейн, так и виртуальный персонаж Шерлок Холмс, они настраивали мозг на другой регистр работы. Это разворошить этот муравейничек-то. То есть, там, где вот эти привычные связи есть, их разбить. Поэтому неважно, играет ли он хорошо в настоящем смысле, или он играет совершенно с другой целью. Вот, мне кажется, тут есть над чем подумать. Поэтому детей надо учить, нравоучительно заканчиваю, детей надо учить всему. В том числе не потому, что из них получатся Гилльсы или Моцарты, а потому, что из них не получатся и физики. Если мы их будем учить плохо и не будем учить их музыки. Мы их должны учить и писать рукой. Любимая мной страна, которая у нас за углом, а именно Финляндия, она с этого года, при том, что у них лучшее в мире среднее образование, как всем известно, они отказались от письма рукой. Уже. Это уже произошло. Они только печатают. А как насчет мелкой моторики, которая находится в том же месте, вот здесь, где язык? То есть говорение находится тут же, где писание? На это они отвечают, и это меня очень удивляет, потому что они люди знающие, они не могли бы такую глупость, не должны были бы такую глупость. Они говорят, да, да, они быстро печатают. Слушайте, это другая моторика. И я закончу на том, что я выудила у Набокова. он пишет это, когда говорит про бабочек, которых, как вы знаете, он же энтомолог был, плюс ко всему, он срисовывал это все, он пишет, тактильные радости тщательной зарисовки. Вот гений, он гений есть. Как тактильные радости тщательной зарисовки. Японцы и китайцы знают, что делают. Каллиграфия это высокое искусство. И занимаются ей все. Вот на этом я и закончу. Спасибо вам.